появился. Но город наш в основном прославился во время Великой Отечественной войны. Тогда о Сталинграде знала, наверное, вся земля, все страны мира. Потому что здесь, именно здесь, были самые тяжелые бои с фашистской Германией, откуда и началось отступление фашистских войск, которое изменило ход всей истории в дальнейшем. Война Великой Отечественной начиналась в 1971 году, в июне. Фашисты рвались по территории нашей страны, шли достаточно быстро, продвигались, потому что наша страна не была к тому времени хорошо подготовлена к войне. И поэтому уже к июлю 1942 года фашисты двигались в сторону Сталинграда. Основной целью было, конечно, этого движения, этого направления, захват бакинской нефти, кавказской, грозненской нефти. И расположение Сталинграда, это самый последний город на берегу Волги, дальше начинаются степи пустыни. Там бы уже никаких препятствий для продвижения танков и всякой автомобильной техники не было бы. Тут еще были города, тут были разные проблемы с дорогами, там был бы открытый путь. Поэтому удержать Сталинград было очень-очень важно. Кроме того, наши разведчики, которые работают в Японии, получили сведения о том, что Япония не вступит в войну, пока не будет взят Сталинград. Если бы мы не удержали Сталинград, война вступила бы Япония на Дальнем Востоке. И тогда, конечно, Россию можно было бы легко свернуть с той стороны, и с этой мы бы не выдержали. Поэтому, когда получили сведения, что не будет вступать в войну Япония, все силы бросили на удержание Сталинграда. Сняли с Сибири очень много дивизий, которые переправили. Да, Азорги дал эти сведения, которого потом, к сожалению, не защитили, когда японцы его поймали. Вот. И поэтому 17 июля 1942 года началась Сталинградская битва, которую сейчас знает весь мир. Но, правда, к сожалению, сейчас не весь мир знает. Сюда были стянуты очень большие силы фашистской Германии. Это была 6-я танцевая армия. Это была 4-я танковая армия Гота. Это была армия Паулюса и много других, конечно, в то время фашисты были оснащены и вооружены гораздо лучше советских войск. Наши тоже несколько армий образовали фронты. И начались очень тяжелые бои на дальних подпадах Сталинграда. Фашисты были, конечно, сильнее, но они рассчитывали пройти до Сталинграда буквально за неделю. Но на то, чтобы пройти 60 километров, им потребовался целый месяц. Но поскольку силы были превосходящие, первый раз они прорвались до Голга, как я сказала, 23 августа 1942 года. Сейчас нам придется на газончике уйти. Нет, не по-другому, слава богу. Это впервые фашисты вышли к берегу Волги, в районе тракторного завода, вот в той стороне. Мы сейчас поднимемся к родину, и вам хорошо будет видно. Это был самый тяжелый день в жизни нашего города. Фашисты предприняли массированную атаку. Вот так выглядел наш город 23 августа. В этот день было совершено 2000 самолетов вылетов. Погибли 40 тысяч человек, 150 тысяч были ранены. Город просто весь горел. Тут стояли емкости с нефтью, все они были разбиты, нефть упала по улицам, она горела, огненные потоки спускались к воде, Волга была красной от крови, горела поверхность ефт. В общем, это был ужас, сплошной апокалипсис. То есть город был разрушен весь, сколько людей погибло. Но, как я сказала, это еще такие большие жертвы были в связи с тем, что не было эвакуации до этого. Если бы были эвакуированы мирные жители, конечно, жертвы было бы меньше. Второй раз фашисты вышли к берегу Волги 14 сентября. Это было в районе Балки-Капоросной, где мы проезжали. И вот таким образом фашисты так и не заняли весь город. Потом был и выход их к Волге в центральном районе, где набережная, там были очень тяжелые бои. Тяжелые бои шли за элеватор, где Лена Караканцева живет. Знаменитые места. Но, тем не менее, город полностью не был захвачен фашистами. Люди сражались ожесточенно. После вот этой большой бомбежки началась очень активная эвакуация оставшихся мирных жителей. Вот буквально за время с 23 августа по 14 сентября было из города эвакуировано 300 где-то или 200, чем-то тысяч жителей. То есть все, кто остались мирные жители, были эвакуированы. И с 14 сентября в городе начались уличные бои. Поскольку фашисты уже вошли частями в город, то тут начались бои именно уличные. Защищался каждый дом, каждый неэффективный кредит. Была разработана даже специальная программа, каким образом защищать, как вести бои в таких условиях. Это была, конечно, идея разработки в основном Чайкова. У нас получилось так, что южный район города, Куборосный, Балки, и туда до конца, до Светлого Яра, защищала 64-я армию Шемина, генерал Шемина. А вот центр, Мамаев, короннабережная, дотракторная, тут в основном опроороны держала 62-я армия Чайкова. Очень тяжелые, ну, конечно, самые тяжелые, кровопролитные бои шли именно за Мамаев-Курган. Поскольку Мамаев-Курган был господствующей высотой над городом, и занять эту стратегическую точку было очень важно. Бои шли тяжелейшие. Тут вершина Кургана, наверное, раз 10 переходила из рук в руки. Но подкрепали у нас силы подкрепления, все шли с того берега Волги, ночами переправляли с лезвью силы. Очень хорошо рассказать, как раз это будет. Вот. Таким образом, город все-таки не был ни за до конца. Пока шли вот эти тяжелые, кровопролитные бои, по нашим штабам по обороне была разработана вот эта операция. Стянуты были войска Сталинграду, все это делалось сражающиеся петли, как говорится, сибирские пассивные. И 19 ноября началась сильнейшая артподготовка. Была поставлена цель взять кольцо окружения в немецкую группировку. И 19 ноября началась сильнейшая артподготовка.